Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Рамис Мирзалиев, директор по логистике группы компании Лакро. И сегодня я хочу вам рассказать о разработке и внедрении системы мотивации для сотрудников склада, как для линейного персонала, так и для менеджерского состава. Сегодня очень много говорили об автоматизации, о роботизации складов, но в наших реалиях мы, наверное, к этому придем не скоро, и поэтому нам придется работать с нашими обычными людьми российскими и из соседних государств. Участвуя в различных консалтинговых проектах, мне кажется, что разработка системы мотивации именно для склада самая сложная и в то же время самая интересная, ввиду вариативности применения различных подходов, так и количества персонала, который участвует в этой мотивации. Прежде чем приступить к разработке, давайте с вами посмотрим, что же все-таки такое мотивация. Есть очень много определений, которые есть в интернете, в книгах, но мне больше всего нравится профессор Кибанов, где он говорит, что мотивация – это внутренний процесс сознательного выбора человека. Чтобы система мотивации работала правильно и приносила свои плоды, человек должен выполнять все задания, которые ему даются сознательно. Потому что есть много типов сотрудников, которые по-разному относятся к работе. Они определяют, почему он это делает, как он это делает, для чего он это делает. То есть типов достаточно много. Очень многие руководители складского хозяйства зачастую думают, что никакой мотивации не требуется. И, соответственно, люди склада – это расходный материал, одни ушли, пришли другие, ничего страшного в этом нет. Но, тем не менее, большая текучка, как вы многие, наверное, знаете, приводит как к большим прямым, так и к косвенным финансовым затратам. И, соответственно, если на складе нет ни мотивации, ни контроля за сотрудниками, чем они занимаются? Они снимают продолжение фильма «Кладовщик паук». Они спят после трудной ночи, отдыхают. Они изобретают новые средства индивидуальной защиты на складе. Либо просто работают так, как они умеют. Все это наш с вами большой, огромный склад. Для того, чтобы склад действительно работал и выполнял те задачи, которые перед ним ставятся, нужна четко выстроенная мотивационная система, которая строится в соответствии с потребностями сотрудников. Так как я уже говорил, что отсутствие мотивации – это большая проблема. И основная причина – это когда у нас люди уходят. Прежде чем выстраивать систему мотивации, нужно сначала разобраться в причинах, почему же люди уходят со склада. В первую очередь, это условия труда сотрудников. То есть все, что они имеют у себя на рабочем месте, они так к этому и относятся. То есть должна быть нормальная возможность переодеться, пообедать, оставить свои вещи. Непрозрачные методы начисления. Когда сотрудники не знают, за что они получают заработную плату, как строится система мотивации. Исходя из этого, получается очень низкая заработная плата, так как сотрудники не понимают, как они могут на нее повлиять, чтобы получить больше, либо хотя бы столько же, как и в прошлом месяце. Некоторые сотрудники, отработав определенное количество времени, повышают свою квалификацию и пытаются как-то расти либо у себя на предприятии, либо получить какие-то дополнительные материальные поощрения, но не находя этого, уходят на соседний склад. Так называемые весенние ручьи. Очень часто для складов актуальна проблема, когда с приходом теплого времени года многие сотрудники уходят на стройки, уходят заниматься своим подсобным хозяйством, или в принципе не хотят летом работать, а загорают и отдыхают. Еще очень одна большая проблема – это воровство. То есть очень многие сотрудники работают по принципу «украл, смог остаться». То есть отсутствие мотивации просто толкает некоторых людей на то, чтобы просто взять и украсть. Здесь же много всего этого, но я возьму себе чуть-чуть. И изменение графиков работы. Очень часто происходит такая вещь, что в связи с сезонностью работодатели меняют графики работы, а сотрудники, они подстраиваются под своих мужей, жен. То есть у многих есть дети, и, соответственно, нужно водить школу в детские сады. Но работодатели в целях сокращения каких-то издержек или просто нежелания платить сотрудникам меняют графики работы. В итоге на складе работают вот такие вот маргинальные личности. Если вы увидели на этом слайде какие-то проблемы, которые есть у вас, либо их все вместе сразу, то нужно готовиться к качественным изменениям в работе склада. Как говорится, театр начинается с вешалки, склад начинается с приемки, а хороший сотрудник начинается с адаптации. Прежде всего нужно разработать систему адаптации, которая позволит человеку войти в процессы, изучить товар, изучить оборудование, на котором он будет работать, ну и вообще распорядок дня и что происходит на складе, либо на вашем предприятии. Дальнейшее – это, естественно, аттестация. То есть по итогам прохождения адаптации и испытательного срока сотрудника нужно проверить, насколько он понимает, либо не понимает то, что происходит на вашем предприятии, сделать уже некие выводы, оставлять этого сотрудника, не оставлять, нужно ли проводить дополнительное обучение, либо не нужно. Сотрудники должны знать, как рассчитывается их заработная плата, потому что, в принципе, это некие правила игры. То есть эти правила игры устанавливаются заранее, и эти правила не должны меняться во время самой игры, потому что зачастую, когда к нам на предприятия приходят сотрудники из других складов, очень многие жалуются, что их обманывали, и они не знали, за что они получали, за что из них высчитывали, какими вообще методами, как это все делается. Прежде чем сотрудник смог, чтобы он знал, как рассчитывать своего зарплаты, и после того, как он обучился, чтобы он выполнял всю работу качественно, он должен понимать четко, что он должен делать. Поэтому вся работа на складе, она должна быть поделена на процессы, все процессы должны быть поделены на операции, все операции на конкретные действия. После того, как мы обучили сотрудника, и он остался, здесь уже должна включаться мотивация. Мотивация может быть как материальная, где работа должна оплачиваться за конкретные действия, а не за то, что человек просто приходит на работу. Ну и, собственно, нематериальная мотивация, это когда идет поощрение в виде доски почета, в виде почетных грамот, в виде дополнительных дней отпуска. Далее, сотрудники могут повышать собственный доход за счет повышения собственной производительности и высвобождения излишних работников. И это самое основное, это снижение текучести персонала. Как только заканчивается текучка, даже если сотрудники склада не обучены, качество и производительность начинают возрастать. А дальше это уже дело техники по повышению производительности сотрудников. Обычно на складах применяются разные виды оплаты труда и не всегда это привязывается к каким-то показателям. Он очень часто с этим сталкивался тоже в своих проектах, когда помогал коллегам по логистике также разобраться, что же у них на складе и с мотивационной программой. И чаще всего, естественно, использует сделку. Все мы знаем, что такое сделка. Основная – это сдельная, которая платится за конкретно выполненную работу, то есть с самого начала. И второй вариант повременно-здельная – это когда кроме сделки еще оплачивается и какая-то либо окладная часть, либо почасовая. Но в своей практике я чаще всего встречал это повременно-здельное, когда есть и то, и другое. Но самое главное, прежде чем заниматься сделкой, нужно понять условия применения этой оплаты труда. То есть это наличие точного учета, это наличие количественных показателей, возможность технического нормирования и возможность и желание у работников повышать свою выработку. Сразу хочу сделать небольшое отступление. Сделка – это не панацея, то есть она не спасает. Не всегда обязательно вводить ее, не важно какую – полную или наполовину, так же, как и с автоматизацией. Не на всех складах это требуется, и не на всех принесет какие-то положительные моменты. С чего же начать? В первую очередь у нас два больших пункта – это разработка и внедрение. Общий план выглядит примерно вот так. В первую очередь это разработка карты операций, далее это разработка модели учета операций, каплати труда, то есть что мы будем считать. Следующий идет нормирование, реализация ВМС и тестирование, все, что было реализовано. И второй этап – это внедрение самой системы мотивации после того, как проводится доводка и внедрение уже непосредственно мотивации для сотрудников. Но здесь есть еще такой один интересный момент. Когда вы пытаетесь внедрить систему мотивации, некоторые, я столкнулся с тем, что делают это тихо, то есть они там втихаря что-то разрабатывают, что-то считают, потом в один прекрасный момент выходят к складу, господа, с сегодняшнего дня работает сделка, все, у людей начинаются инфаркты, они пьют таблетки, кто-то увольняется. Но так делать нельзя. Необходимо, знаете, как в сказке, когда мальчик часто кричал «волки, волки», к нему прибегали на помощь, а волков не было. А когда действительно волки пришли, к мальчику никто на помощь не пришел. Так вот, сделки нужно делать именно то же самое. Тогда вы пытаетесь это внедрить, говорите об этом часто и каждый день. Когда вы ее внедрите, ни один ваш сотрудник не упадет в оморок, не уволится и не будет говорить, что вы пытаетесь меня обмануть. Давайте посмотрим каждый пункт более подробно. Первое – это карта операции. То есть, в зависимости от того, как детально вы пропишете карту операции, в конечном итоге будут зависеть сроки внедрения и результаты. То есть, как будет ваша система работать, качественно либо некачественно. То есть, в данном случае описываются все действия каждого процесса пошагово, с действиями в терминале, если вы используете терминал сбора данных, и возможные формы бумажных носителей. То есть, вариативность здесь большая, это как пример. Далее – это разработка и привязка учета. Здесь уже достаточно все просто и зависит от каждого конкретного склада, вида продукции, его топологии. За что будем платить сотрудникам? Допустим, отбор за штуки, строки, линии, объем, вес и так далее, за литры, за мешки. ПРТ – это погрузоразгрузочная техника, контроль, упаковка, комплектация. То есть, процессов достаточно много, это только часть из них. Далее – это нормирование на операции, тоже один из важнейших пунктов. В первую очередь – это хронометраж операций. Когда, прежде чем понять, что же делает сотрудник, мы разработали с вами карту операций и должны вымерить общее время по каждой операции, которая производится, чтобы мы могли понимать все возможные нюансы, что требуется сотруднику, какие дополнительные моменты могут быть задействованы, какую технику взять, какое оборудование, кому обратиться в случае каких-либо вопросов. После того, как проведен хронометраж, можно его протестировать на ответственных сотрудниках, либо воспользоваться накопленными данными, если таковы и есть. Расчет нормы выработки. Вот тоже очень важный нюанс. После того, как замерили хронометраж, то есть нам нужно понять, а сколько будет делать сотрудник за определенное время. Об этом чуть позже, на следующем слайде. Но очень важный момент. Далее – это выбор системы учета, за что вы будете платить, натуральное или бальное. То есть, ну, натуральное здесь все просто. Сотрудник набирает, считаем строки, а бальное – эти строки трансформируются в некие баллы, из которых мы потом высчитываем тариф. Возможно, другие вариации с использованием основных, но в основном используются либо натуральные, либо бальные. Далее – это реализация учета ВМС и отчетности. То есть, все, что вы придумали, все, что вы сделали, за что у вас будут получать сотрудники, это все нужно реализовать и понять, как вы будете это контролировать. Для этого и требуется отчетность для контроля за операциями. Ну и непосредственно само внедрение, то бишь тестирование, учет операции на складе. Внедрили, посмотрели, все работает, значит, хорошо. Немножко еще по поводу учета нормы выработки. Учет рабочего времени. Однажды коллега пригласил меня помочь ему также с разработкой системы мотивации. Он сказал, что мы все сделали, сделали карту операции, сделали все, посчитали. Ни один сотрудник у меня норму не вырабатывает по всем операциям. Ну не может такого быть, давай смотреть. Может быть, они саботируют. Когда начали разбираться, было выяснено следующее, что когда рассчитали норму в час, они просто взяли и умножили это на 12. Смена склада 12 часов, то есть они даже обед не выкинули. Естественно, ни один сотрудник эту норму не выполнял. Поэтому давайте все-таки разберемся, сколько работает сотрудник. Обычно склады работают круглосуточные, смена длится 12 часов. Как минимум, из этих 12 часов нужно выкинуть обед, нужно выкинуть перекуры, у кого они есть, нужно выкинуть пересменку. Опять же, в зависимости от того, на каждом складе это происходит по-разному, у кого-то быстро, у кого-то медленно. Есть такое понятие, как потерянное время из-за того, что зависают терминалы, из-за того, что происходят разные сложности, нужно задать какие-то вопросы и так далее. То есть в среднем время работы сотрудника 8 и 7 часа. Мы им не стали дарить остатки, мы себя сделали 9, округлили. То есть, но это не 12 часов, поэтому не допускайте эту ошибку. И кроме этого, есть неучтенные операции, так называемые. Это операции, которые нельзя цифровать. На всех складах, опять же, может быть по-разному. Как пример, допустим, на нашем складе это водитель ПРТ высотного штабеллера, который участвует в инвентаризации, не получает деньги за то, что он перевозит какие-то палеты. То есть он просто поднял на люльке ревизора, тот считает верхние ряды. Как ему это учитывать? То есть мы это делаем, ввели понятие хозработы. Давайте посмотрим пример расчета. Вот небольшая легенда, как же нам все это дело посчитать с выбором натуральной либо бальной системы. У нас есть премиальная часть, которая делится на норму выработки, и мы получаем стоимость строки. Здесь мы смотрим конкретно отборщика. То есть 5 рублей строка. Человек понимает, сколько срок отобрал, умножил на тариф, получил свои деньги. Другая система, это бальная. Она, кстати, применяется у коллег в Аксилоте. Мы тоже ее используем у себя на одном из складов. Здесь заводится некий показатель, некая константа, в баллах которой сотрудник должен выполнить смену либо в месяц. Соответственно, также мы эту заданную константу делим на норму выработки и получаем стоимость, но только уже в баллах. И далее премиальную часть мы делим на норму в баллах и получаем стоимость в рублях. Чем мне нравится эта система? Тем, что не нужно выдумывать много тарифов для каждой операции. То есть сделали один тариф за один балл, все считайте, и людям проще считать. То есть не нужно считать, сколько я получу на приемке, сколько я получу на отгрузке, сколько я получу на инвентаризации. То есть есть список в баллах, все, дальше все свои баллы умножайте на один тариф. Ну и хозработы, здесь достаточно все просто, норма в баллах делится на норму выработки, мы получаем стоимость в час, либо в минуту, в зависимости от того, как у вас рассчитана дискретность выработки. У нас, допустим, идет раз в 10 минут. Вот по поводу отчетности, вот пример того, как выглядит выработка сотрудников за пару недель, если не ошибаюсь, на одном из наших складов, где идет деление по должностям, где указаны заработанные баллы, баллы хозработ, штрафные баллы, то есть кроме мотивации, есть еще отрицательная мотивация и итоговые баллы. Соответственно, сотрудник в онлайн режиме видит, сколько он зарабатывает за смену, может посмотреть, сколько он заработал на текущий момент. Вот так выглядит выработка сотрудников в натуральном исчислении, когда за конкретное количество ему платятся натуральные деньги. Здесь тоже можно посмотреть, сколько сотрудник заработал на той или иной операции, тоже это за несколько дней на одном из наших складов. Индивидуальная выработка – это, конечно, хорошо, но мы еще применяем учет выработки смены, то есть что же сделала смена. Производим ее по вот такой формуле, когда мы можем посчитать, оцифровать некоторые показатели, придать им какой-то вес и посчитать итоговый. Это позволяет посмотреть, сколько было выработано не только в каком-то потоке, но и сколько сделали наборщики. Вот они должны делать 500 срок смены, у нас их 5, давайте сделаем 2 500. Сделают либо не сделают. И также по выработке смены можно судить, насколько компетентен либо организован ваш старший смен или старший участок, который руководит этой сменой. Потому что даже при наличии системы мотивации сотрудники могут филонить. Фильмы снимают, как смотрели на одном из слайдов. То есть оцифровывается достаточно большое количество операций, это приемка, отбор, отгрузка, проверка, упаковка и любые операции, которые можно оцифровать с помощью терминала. И не оцифрованные, допустим, как пополнение зон отбора, уборка склада, разбор приходов с контейнеров, которые в нашем случае сложно оцифровать. Поэтому на ваших складах могут применяться другие оцифрованные работы. Вот так выглядит отчет по выработке смены. Здесь можно посмотреть, что ночная смена у нас отработала, если брать сутки, с выработкой 87% с учетом всех операций. А дневная смена перед этим поработали хорошо на 98%. Молодцы. И здесь можно посмотреть каждый конкретный поток, так называемый, рабочий, сколько сделали на проверке, сколько сделали в отборе, в упаковке, сколько сделали водители техники. Несмотря на все плюсы сдельной оплаты труда, неважно, по временной, либо чистой сделке, всегда есть риски. Я бы не сказал, что это минусы, некоторые говорят, плюсы и минусы. Я бы назвал это риски, потому что с рисками можно работать. В первую очередь это погоня за выработкой. Когда сотрудник начинает гнать, 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 он, соответственно, нарушает все возможные нормы, он нарушает техники безопасности, что в первую очередь влияет на снижение качества, потому что выработка и качество – это всегда две противоборствующие стороны. Естественно, идет нарушение охраны труда, техники безопасности, что приводит, к сожалению, иногда к летальным исходам, приводит к нарушению работы какой-то техники, терминалов. То есть все уже начинает работать на износ, либо просто за этим никто не следит. Самоопределение. У некоторых сотрудников возникает такая иллюзия, что если мне платят за то, что я сделал, значит я никому ничего не должен. Вот сколько я сделал, мне за столько заплатили. Если я ничего не делал, мне никто ничего не платит. Иногда эту иллюзию достаточно трудно выбить из их головы, но такое, к сожалению, бывает. Конкуренция. Очень плохо, когда среди сотрудников возникает конкуренция. Лучше пусть это будет соревнованием. Ведь разница между соревнованием и конкуренцией в том, что соревнования идут по определенным правилам, где можно победить. А конкуренция происходит вплоть до уничтожения противника потенциального. То есть могут даже иногда мешать, и такое тоже бывает. И так называемый эффект храповика, о котором, наверное, многие из вас уже знают. То есть в зависимости от того, насколько быстро работает человек, то есть стоимость опирается, начинает тянуть свою ценность, и некий эффективный менеджер начинает ее постепенно поднимать. Поэтому, разрабатывая систему мотивации, я еще раз хочу повторить о том, что она должна сопоставляться с потребностями сотрудников. То есть у нас есть роль положительной мотивации, стимулировать на достижение, инициативу это в виде возможности зарабатывать и заработать больше денег. И отрицательная мотивация, то есть повышение исполнительной дисциплины. То есть нужно людей просто иногда некоторых пинать, пинать, пинать. То есть нужен баланс, чтобы у нас не получилось, как вот на этих вот весах, то есть мы то отрицательное, то положительное. Нужен баланс, как и в любом вопросе. И потому что, допустим, отрицательная мотивация по некоторым исследованиям, она улучшает работу на 89%, наказание улучшает работу на 11%, ухудшает на 11%, а на 99% угрозы игнорируются. Вот в таком порядке необходимо заниматься разработкой системы мотивации для линейного персонала. Кроме линейного персонала, на складе есть так называемый менеджерский состав, работа которого тоже важна, но она оплачивается не за норму выработки или за единицу. Она оплачивается либо по часам, либо окладно. Но работа их, естественно, нужна. Как же сделать так, чтобы тоже как-то мотивировать на работу? В первую очередь, естественно, мы применяем так называемые производственные показатели, за которые мы можем поставить KPI, то есть ключевые показатели эффективности. То есть здесь мы можем это применять, начиная со среднего состава, старших участков, смены, замы, руководители склада. То есть это могут быть любые показатели, которые также мы можем оцифровать, но они должны применяться правильно. Нельзя, допустим, коэффициент снижения расходов вешать на старшего смены, потому что это в принципе не его. И, соответственно, можно применять не только конкретный показатель, но и комплексные показатели, где мы можем рассчитать несколько видов выработки. Допустим, коэффициент клиентского сервиса. Мы можем учитывать количество поддонов отгруженных, количество отробранных строк правильно либо неправильно, неполных, количество единиц продукции в заказах и сумму стоимости в денежных единицах. То есть есть заявленный показатель, есть фактический и расхождение, которое мы можем посчитать либо в натуральном выражении, либо в процентном. И вот один из примеров, как выглядит расчет одного из руководителей склада. То есть есть несколько показателей, есть доля премии, есть формула расчета и шкала расчета коэффициента премии за выполнение либо невыполнение поставленного плана. И, соответственно, мы понимаем, что по некоторым показателям есть выполнение, по одному показателю есть перевыполнение, и в частности в бюджете он потратил немножко больше. Но в итоге свою премию из 30 тысяч он получил все равно побольше, 31 тысяча с половиной рублей. Самое главное, еще раз хочу обратить ваше внимание, при разработке системы мотивации нужно понимать, что когда вы ставите какие-то цели перед сотрудниками, они должны совпадать с тем, чего хотят сотрудники. Иногда этого сложно добиться, но если вы добьетесь того, что интересы организации, интересы сотрудников совпадают, то ваша система мотивации будет работать, ну, если не на 100, то на 90 и больше процентов. То есть если желательная деятельность совпадает с фактической деятельностью то, что делают сотрудники, естественно, вы сможете повысить производительность своего склада, снизить ошибки и получить сами премию, если покажете какие-то хорошие результаты. И на этом хочу закончить и еще раз хочу показать вот такую картинку, то есть мотивация все-таки должна быть адекватной потребностям сотрудников. Спасибо большое за внимание.